И я думаю, что эти нормы выйдут в конце этого года, и с 1 января 2016 года, хотя должны были с 1 января 2014 года нельзя. Все-таки это стандарт будет. Чем он отличается от предыдущих документов? Я скажу так, это очень важно, хотя мы здесь, я понимаю, в основном гидрогеологи, но, как показывает практика, выпускники гидрогеологи в большинстве своем работают в инженерной геологии. Так что это полезно будет услышать. Чем отличаются? Ну, во-первых, геодезия в этом стандарте будет на современном уровне с учетом всех возможностей космической связи и космических методов. с возможностью электронных методов, в том числе светодальномеры и других инструментов. Все это будут геоинформационные системы, их построение, передача, анализ, группировка информации. Все это с помощью электронных средств. Это, будем говорить, новое для практики, не для науки, конечно, но это новое для практики в инженерно-диадезических изысканиях. В инженерно-диадезических изысканиях здесь более глубокие изменения произошли в какой части? Все, что я говорил о технических средствах и методах, они, конечно, остаются прежними. Потому что остаются прежними законы физики, новых открытий, которые могли бы изменить наше представление. О грунтах не произошло. То есть те же физико-химические связи, то же самое трехфазное состояние грунтов, те же прочностные и деформационные показатели. То есть геотехника в основном сохранилась. Она уже много десятилетий, как бы не то, что топчется на месте, она, безусловно, развивается. Но это такое, будем говорить, эволюционное развитие. Революционные процессы у нас происходят в области мыслей деятельности. Я скажу, что некоторым из нас повезло участвовать в серьезных совещаниях, и анализу подвергалось именно процесс мыслей деятельности изыскателей, исследователя, гидроэолога, инженера-эолога. Этот процесс очень непростой. Оказывается, как установлено было в свое время Московским научно-исследовательским институтом, 93% ошибок, которые происходят в строительстве и аварии, катастроф, происходят по причине или отсутствия, или недоучета материалов изыскания. И вот это ужасное, конечно, обстоятельство, которое давлеет над всеми нами, сегодня оно игнорируется, сегодня мы в условиях минимизации затрат по изысканиям для строительства, когда, в общем-то, случаи парадоксальные, мне не хочется сейчас оглушать вас примерами, когда вообще материалы, ну, совершенно не имеющие отношения к объекту и к участку, используются для проектирования довольно ответственных сооружений. Даже такие парадоксальные случаи бывают. Но беда даже не в этом. Беда в том, что даже то, что мы умеем делать, мы как бы еще не научились с этим обращаться, как следует. Отчасти виноваты мы сами, отчасти виноваты в том числе и зарубежная практика. Вот я вам скажу, важность все-таки подчеркну инженерно-геологических исследований следующим образом. Обратите внимание, последняя катастрофа. Это цунали на Филиппинских островах, японских островах, та же Фокусима. Это ураганы, которые имеют свою инженерную составляющую в Мексике, в Соединенных Штатах. Это землетрясения, которые, ну, по всему миру сейчас можно эти примеры приводить очень много, очень долго. И приводят к катастрофическим результатам, когда гибнут десятки, а иногда и сотни тысяч людей гибнут во время этих аварий и катастроф. Поэтому сегодня, ну, мировая общественность похватилась. Вот проводилась в 2012 году конференция «Геориск-2012». Ну, там в основном природно-антропогенные рассматривались процессы и явления. В этом году, вот через несколько дней, по-моему, 10 ноября будет проходить конференция по природным рискам. Я чуть-чуть остановлюсь, если будет ваше терпение позволить, и регламент позволит на этом. Но чуточку позже. Итак, мы говорим сейчас об интеллектуальной деятельности. Это, по-моему, единственное, в чем мы можем, ну, во-первых, немножко и преуспели, потому что у нас и материальные, и другие возможности финансовые были весьма скудными. Но в этой части мы преуспели. Что в инженерной геологии, вот в этом ДБН, который я начал рассказывать о геодезии, так он и построен будет, геодезия, потом инженерная геология, которая, ну, как комплексные инженерно-геологические изыскания, потом инженерно-геотехнические изыскания, как вид изыскания, который может проводиться самостоятельно на хорошо изученных территориях. Мы можем изучать свойства грунтов, условия строительства не в широком плане, а уже в более узком плане. Геологические изыскания, которые могут тоже иметь самостоятельное, могут в комплексе выполняться и могут иметь самостоятельное значение, когда у нас задача стоит одна. Это, скажем, дренирование подземных вод или еще какая-то локальная задача. Там могут выполняться отдельно. А, в общем-то, в основном выполняются изыскания комплексные. И вот здесь мы новые такие моменты внесли. Геотехнические изыскания, о них скажу несколько слов. Ну, методы лабораторные, полевые, ничего мы здесь не меняем. Специфические свойства грунтов рассматривают этот стандарт и нормы излагаются, требования излагаются к изучению этих специфических свойств. Ну, да, и к таким природным явлениям, как оползни, там, суфазионные процессы, понятно, просадки, набухания, усадки. Все это остается так, как было. Мы расширили существенно, этим гордимся, это справочную, мы назвали ее справочной таблицей по свойствам грунтов. Все, кто практикует в области инженерной зелы, знают СНИП, в котором обязательно и СНИП, и ДБН по основаниям и фундаментам, в котором приводятся таблицы со свойствами грунтов. И там написано, не только для нелесовых грунтов. Так вот, мы сейчас, мало того, что приводим в нашем ДБН, приводим таблицы со свойствами, справочные таблицы со свойствами лёсовых грунтов и с показом зависимости, от чего зависят эти свойства лёсовых грунтов, что понижает вероятность ошибки в оценке свойств прочностных и деформационных лёсовых грунтов. Мы приводим данные по эллювиальным грунтам, и не только по эллювиальным, по широкой номенклатуре, по слабым грунтам приводим, ну, по очень широкой номенклатуре. Практически мы охватываем почти все, ну, такие разновидные виды грунтов, которые нами исследуются в процессе изысканий и оценки их строительных свойств или геотехнических свойств. Это очень серьёзная добавка к нормам, которые существуют. Мы очень долго боролись за это, боролись с институтом головным в области проектирования, но, ну, каждый перетягивал канат себе, они говорят, это наше, а мы объясняем, что это наше. Но свойства грунтов, понятно, что это изыскателям ближе, а как потребители выступают уже проектировщики. Значит, очень существенное изменение произошло. До этого мы сделали изменение, привели в области прогнозирования. Я об этом специально отдельно скажу, тем более, что здесь гидрогеологи, которые прекрасно владеют многими методами прогнозирования. Но что я вам должен сказать? Огромное разочарование наступило, где-то уже в 80-х годах оно начало просматриваться. В конце 80-х годов разочарование теми методами, дискретными в основном, которыми пользовались и гидрогеологи в том числе. Значит, ни аналитическое, ни аналоговое моделирование, ну, я вам скажу, там, где было большое, хорошее совпадение, соответствовало требованиям заказчика, это чаще всего была подгонка, подгонка, интуиция, все что угодно, и украшения огромными, длинными, сложными и, ну, не всегда надежными формулами. Ну, и до сегодняшнего дня еще, я вам скажу, например, я неспроста привел эти примеры с такими катастрофическими событиями, до сегодняшнего дня еще считается, что вероятностные методы, это как рассматривается многими, как научно-техническое достижение. Я должен вам сказать, ну, просто обязан свое мнение, наоборот как раз. Вот применение вероятностных методов и вероятностных статистических и статистических методов показывает границу нашего познания. Если мы применяем вероятностные методы, не имея вот того длинного ряда наблюдений, который в несколько раз превышает вероятность события, то это, конечно, ну, не очень надежно. Это просто показывает, что у нас нет другого способа, мы вынуждены этим пользоваться, но это бессилие наше, мы причинно-следственных связей не знаем, не всегда их понимаем, и поэтому пользуемся вот такими, как бы, черными ящиками типа статобработки, вот, где мы иногда обрабатываем, ну, я не скажу сапоги с арбузами, но где-то обрабатываем те грунты, которые еще можно кластеризировать. Вот, кластеризация, она процесс неоднозначный. Это и возраст, и происхождение, и литологические особенности, петрографические особенности, миниологические особенности. Это очень длинная лестница, на это ни терпения, ни средств ни у кого не хватает, а вот когда ты в этот статобработку запустил, там ты получаешь результат, и создается иллюзия научной обоснованности. К сожалению, это есть, никуда не денемся, это жизнь, это реальность, это сейчас и, ну, в наших стандартах забито, и мы этим пользуемся. Просто это нужно понимать ограничения, которые существуют, границы этого. Ну, и так, я вам скажу, что вот в части прогнозирования, в части прогнозирования, оно, конечно же, не должно носить вероятностный характер, наше инженерно-геологическое прогнозирование. Оно должно быть двухступенчатым прогнозированием. Это мы забили в стандарте впервые 2008 года, причем это сделали впервые в мире, в стандартах 2008 года. Сейчас мы пошли дальше, я об этом тоже скажу. И там прогнозирование двухступенчатое. Я думаю, что это гидрадиологам должно понравиться. Первый прогноз – это поисковый прогноз, в котором мы определяем возможное состояние системы в будущем, при сохранении тенденций или при новых воздействиях. Это такой, я вам скажу, он и экологический, но он произрастает от, ну, будем говорить, теории живучести сложных систем, но это позволяет нам определить возможное состояние системы в будущем. И тут мы оцениваем, выходит ли система из допустимого состояния. Эти допустимые состояния мы тоже знаем. У нас есть где коэффициенты, где натуральные показатели устойчивости, скажем, склонов или показатели по уровню грунтовых вод, где мы можем оценить дополнительное инфильтрационное питание с точки зрения выхода системы из допустимого состояния. Причем точность здесь большая и не нужна. Здесь важна тенденция, вектор этого процесса и конечные результаты качественного характера. Ошибаются, и, кстати, гидрогеологи тут были не уникальными, ошибаются многие, в том числе и мы, инженеры, гидрогеологи, гидрогеологи, которые приводносят количественный прогноз. Это, ну, на сегодняшний день это понятно, что это абсурд, что в нашей отрасли точного количественного прогноза, тем более, что он четырьмя критериями, а не одним, определяется, быть не может, потому что количество переменных в наших системах, оно превосходит четыре, а математики давно доказали, если система имеет больше четырех переменных, она корректно неразрешима, и тут вопрос прогнозирования, конечно, выглядит не очень убедительно. Так вот, поисковый прогноз у нас возможное состояние системы в будущем. И если возникает потребность, то есть система может выйти из допустимого состояния, мы тогда переходим к нормативному прогнозированию. Нормативный прогноз – это прогноз возможного состояния системы в будущем, то есть состояние системы и пути достижения требуемого состояния системы в будущем, приняты в качестве цели. Формулировка непростая, она носит такой, какой-то немножко философский оттенок, но это абсолютно такая четкая формулировка, которая позволяет построить свою работу, свои исследования, конкретные, на любом участке, на любом объекте, это проверено, и оно было в стандарте 2008 года. В стандартах современных, которые будут внедряться, и к этому надо быть готовыми, мы перешли к оценке риска. Это я уже вспоминал, что конференции эти неспроста проходят, это во всем мире сейчас забота номер один в области, ну, скажем так, в первую очередь, это инженерной экологии, и экология в широком смысле этого слова, это оценка риска, риска неблагоприятных событий. Так вот, это оценка, мы построили такую таблицу, кстати, по природных технологий рискам, этот материал опубликован в Вестнике Хайковского университета, по рискам природным, вот сейчас там будет намек на это, тут я бы так для развлечения, конечно, сказал, что по природным рискам тут все гораздо проще. Ну, я сформулирую сейчас, как бы относиться к природным рискам, вот к этим огромным авариям и катастрофам, о которых уже упоминалось, ну, так скажем, если событие теоретически возможно, оно обязательно состоится, запятая, завтра, вот это завтра, ключевое слово, это то, что привело к ошибке с покусимой, потому что с вероятностью в 10 тысяч лет, а произошло условно, завтра, это событие цунами не в 5 метров высота волны, а в 10 метров высота волны, которая еще усиливается, эта энергия усиливается в районе пенча, там, где переворачивается волна, и ее энергетическое воздействие на всякие упорные, подпорные, защитные сооружения увеличивается во много раз за счет вот этого процесса, подрезки нижней части волны и так далее. Это, ну, это не единственный пример такой, таких примеров можно привести много, но, в общем, понятно, что от природных процессов тут нужно, если мы имеем две стратегии, опять я к мысли деятельности возвращаюсь, обычно мы имеем во всем, что мы делаем, две стратегии, предотвратить или учесть. Так вот, в природно-техногенных взаимоотношениях мы пользуемся, и нужно шире пользоваться вот этим представлением предотвратить или учесть и выбирать стратегию предотвратить. Так вот, в части природных процессов тут только одна стратегия – учесть. А как учитывать? Опыт есть, особенно в области сейсмических, хотя на месте того же самого Спитака были и другие города, и столица была не Еревана, Ани, которая тоже погибла от землетрясения, и это, ну, народ ничему не научила. Ну, такие уж мы люди, видно, что нас трудно чему-то научить раз и навсегда. Время идет, все забывается. Но, тем не менее, в новых стандартах, в новом стандарте, ДБН, вернее, в державных будильевельных нормах предлагается подход к развязке хотя бы природно-техногенных. По природным мы там ничего не пишем, потому что этим занимаются другие организации, которые фундаментальными науками занимаются, в том числе институт геологических наук и другие институты. А мы, вот, природно-техногенными, приводим справочные таблицы, даем методические указания, как это делать. Я считаю это важным таким достижением нашим и важным элементом в нашей практической деятельности. В заключение, что бы я хотел, извините за длинноты, но что бы я хотел сказать. Конечно, вот у человека, у которого мало средств и мало технических возможностей, не теряя времени, нужно заниматься анализом своей деятельности. То есть, вот, анализировать, насколько она совершенна, насколько технологична, насколько объективна, насколько она, ну, положительный имеет пример и результат положительный. Ну, в общем, я призываю к тому, чтобы мы продолжали развиваться в области мыслебеятельности. И, безусловно, что в инженерной геологии и в гидрогеологии мы должны взять на вооружение такие понятия, как ресурс устойчивости к внешним воздействиям любых объектов. Это даже в медицине можно применять. Каждый бы хотел иметь паспорт, в котором написано, сколько чего ему можно. Так вот, этот паспорт мы с вами, гидрогеологи, инженеры геологии, выдаем для природного какого-то участка, и в котором должно быть отражено все то, о чем я говорил. И это позволит нам повысить надежность и безопасность жизнедеятельности человека. Вот, собственно говоря, ресурс устойчивости и оценка риска на этой основе. Мы должны этим широко пользоваться. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я попытаюсь ответить. Спасибо, Руслан Юрьевич, за крайне интересное и очень подробное. Даже на мощном уровне, если даже ближе к лесу, потому что ну уже очень высокий, широкий спектр вопросов затронули. Это вы не на вас. Ничего страшного. Вы не обязали высказать. Ничего страшного. Геннадьевич, у нас есть вопрос, вот есть и у Велина рассоленный вопрос, я так понимаю, что... Да, ну вы его задавайте. У нас общий садок вопрос. Да, пожалуйста. У нас есть вемерский вопрос. Вот мы все время сейчас дискутируем на тему подготовки макиста. И как вот с одной стороны наше направление это охрана по цельным микроскоперам, второе это наши направления и гидрогеологии. И третий момент. Вот у нас есть такое направление, как инженерно-гегорический инфекция к аспиратуре. Вот вы как произносите. Скажите, пожалуйста, достаточно ли это звучит, как теперь это будет специализация, не специальность, а специализация у магистов, с такой формулировкой на работу с энтузиазмом будут брать ребят, или все-таки должна звучать формулировка инженерной геологии и гидрогеологии? Вы знаете, вот чисто... Я не виноват, что вы задали этот вопрос. Во-первых, мне очень понравилось то, что сказал Бекан. Дело в том, что эта потребность в том, чтобы сблизить профессии географов, геологов, экологов, она существует объективно. Объективно, потому что далеко вперед ушли в своем, ну будем говорить, научно-техническом развитии экологи и географы. Так, извините меня, они дальше, чем мы, инженеры-геологи и гидрогеологи, ушли в области теории и методики работы. И, в общем-то, тут взаимная, так сказать, поддержка и переливание, оно бы не помешало. Теперь, что касается конкретно вопроса. Название это. Я скажу, название это, конечно, это, ну, какое-то... Ну, отдать дань моде. Есть в этом. Потому что инженерно-геологическая защита это есть, но это частный случай в какой-то управляемой системе инженерно-геологическая защита. Например, мы можем сказать гидрогеологическая защита. Мы прокололи водоупор, например, и обеспечили перетекание фильтрационных вод в более низкие горизонты. Это защита. Это гидрогеологическая, можно сказать, в какой-то степени инженерно-геологическая защита. Но это, будем говорить, частный случай. Очень часто эти защитные мероприятия, они связаны со строительными конструкциями. Они связаны с более широкой номенклатурой, чем предусмотрено самой специальностью инженерной геологии. То есть инженерно-геологическая защита, может быть, защита от опасных инженерно-геологических процессов, вот такая расстановка, она была бы правильнее, но звучит она более коряво. Вот то, что вы сказали, звучит более локально, так, компактно. Ну, первое, в моем ответе, это очень актуально. Это первое. Второе, как правильно это назвать? Так вот, как правильно назвать, я сходу даже советы давать. Будем обсуждать. Да. А актуальность несомненная. Я в самом начале сказал о том, что 93% аварий и катастроф происходят от отсутствия или недоучета данных. Это не потому, что ошибки в проектировании и в строительстве, они малые, они все укладываются меньше 10% суммы. Наши в основном ошибки, это ПНИИС, когда-то Московский институт провел исследование, и мы помним, я даже сейчас помню, по памяти огромные, такие типа энергетических, Волгодонска, Атомаша, колоссальные ошибки. Ну там, может быть, ближе даже к геотехнике, но инженерная геология там не последнюю роль сыграла. Есть еще крупные ошибки. При строительстве БАМа были совершены, многочисленные ошибки тоже в северомульских тоннелях и другие были связаны с какими-то отклонениями, недоучетами. То есть вопрос стоит очень правильно. Вот это то, что я могу сказать. Я просто хочу немножко добавить, кроме актуальности вопроса, он действительно актуален, просто не заставляйте студентов выпускников, потом мучиться. Есть правочник в БАКИСКИ? Это должно соответствовать, но он же корректируется все это. Вот сначала давайте корректируем с правочника, а потом выпускать студента. в БАКИСКИ? Студенту поставят практически каждый год на справочник, корректируем, радио. Вот он придет на работу, и никто не будет знать, что это будет. Нет, ну вот Александр Иванович, как потребитель ваших студентов, он директор института, он правильно говорит, но это надо обсудить. Нет, ну не подождать, нужно реально подходить к этому вопросу, чтобы не издал, не издал, что книг, а никто не будет знать, что с книги, он никому не будет. Ну вот к нам гидрадиолог приходит, а нужен инженер-биолог, брать или не брать? Ответ на вопрос. А нам надо максимально сказать в инженер-биологии, в гидрадиологии, чтобы это в нормальной, вот четко отразить. Обратите внимание, это не я сказал, это сказал сотрудник Кафедры. Да, совершенно. Я изо всех сил воздерживался, чтобы что-нибудь сказать, поэтому поводился, потому что хорошего, я еще не могу сказать. Но вы, спасибо, меня выручили. Еще есть вопрос, как на положение заплачено. Если вы задите слово, если его закроют, вот так вот, да? Тогда давайте сделаем текст, что не против. Да, о чем-то, спасибо. Геннадий Георгиевский, вы знаете, разрешите попросить вас найти время и подчеркиваться нашим студентам. Когда у вас будет желание, возможность, время, и при моменте вас будет позаботиться? Мне бы очень хотелось, чтобы вы нашим студентам рассказали, ну вот, что вы сегодня рассказывали, очень ограничено. Ну, я вам очень благодарен, спасибо вам большое. Ну, это практиковалось уже, я приглашал их сотрудников университета, к сожалению, никого не было. Мы собирали Тарковские вузы, все строительные направления, они слушали это, потому что, ну, есть тут немножко такого необычного, что, ну, давайте так, признаемся друг другу, что те учебники, по которым мы учимся, они написаны в основном в 30-е годы прошлого столетия. Потом менялись только фамилии, идеология не менялась. Сегодня, ну, что-то корректировалось, я без излишнего сарказма об этом говорю, но сегодняшний уровень, но это другой уровень, это уровень кибернетики, это даже не лучший случай, вот надо уже в первенах синергетики преподносить вот эти знания, этот материал. Спасибо вам огромное, все за вами, как вы сочтете нужным, я всегда готов. Дмитрий Иванович, обеспечен, обеспечен, если декан говорит, значит, мы обеспечим. Спасибо. Дмитрий Иванович, будьте добавить то, что вы хотите добавить, то, что вы находите на контакт. Уважаемый, это очень серьезная тема, и она вот сейчас с двух сторон к ней подошли, и я об этом попросил слова. Есть же еще очень интересная и существующая конфетка, она состоит в том, что если в нашей практике вопросы основания решают два человека, это, с одной стороны, инженер-констанции, чаще всего выпускник нашей кассеты, имеющий базовое образование о природе, о природных процессах. Его данные употребляет инженер-строитель конструкта. Гевродик, это один человек, это геотехник. Он должен знать о составе создания грузов, вопросе их расшифровки и относимых характеристик и принять решение из-за проектида в фундаментах. На стороне второго, уже архитект, которые, прочее, делают частые люди. Это одна конструкция. Уже существует сережащая конденция, в частности, в городе, как он подправлял на постку в школу, известный нам профессор Аберес, в своей публикации уже только сказал, что задание для выполнения изысканий или, скажем так, как он называл, геотехнических и смертных, дает геотехник. То есть, роль инженера изыскателя в его понимании выхолощивается до бурения намеченных скважин, отбора монолитов, выполнения лабораторных или опытных работ. Все. То есть, уже четко проговорено, что центр тяжести смещается в сторону выпускников, имеющих базовое образование строительное. Явно прогрессовывается как-то тенденция к тому, что геотехник будет вытеснена. Вот, специалиста в образе инженерной геологии из самых массовых работ по исследованию грунтов, по исследованию промоэкономерных геновки для цели строительства. На это нельзя закрыть глаза. Мне кажется, новоуздаваться без боя не стоит. На всех случаях это будет полезно. Не готовы сейчас еще строительные вузы готовить коверницировки строительства, которые глубоко разбирались состояние геновки. В промоэкономерных процессах, которые пройдут, прогнозируют поэтому опасность органа. Вот такой ферзь виновиды работает вся строительная гусь. И не случилось, что через несколько лет появится прияток приглашенных позавтрольных специалистов в этой области. Нужно перейти оттуда. Поэтому я вот снова именно объясню еще и вот эту ситуацию, которая существует, в далеком уже 75-м году только лишь в нашем институте в Украинском институте продажено, что 15 человек выпускников кафедра. А в тот год вообще было выпущено больше человек инженерно-экологии инженерной геологии. И все они были в основном устроены или в наших инженерных институтах или в отделах инженерно-геологических институтов. Понятно, это была другая страна, это была другая социально-политическая система. Понятно, что сегодня совсем строительные образы дела стоят нехорошо. Изменился инвестор. сейчас из бюджета финансируется порядка 50% строительства, 90% построить частный капитал, а объяснить зло, что нужно выполнять в комплексе следований. Но тем не менее, эта тенденция конечно очень непростая, но ее надо видеть. Мне кажется, что любые движения в сторону усиления этой отрасли этого направления на будут полезны по всем путям. Спасибо. 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 основные достижения происходят на стыке наук, близких на разных направлениях. Поэтому я, как один из участников того творческого договора о сотрудничестве, который подписан между Вашим уважаемым университетом в лице ректора Академии Кабартижина и в лице нашего генерального директора доктора технических наук профессора Сталинцева, я представляю собой подразделение, которое руководит обращением и управлением промышленными отходами. Промышленные отходы на территории Украины. Вот карта Украины, где показаны области накопления промышленных отходов, которые очень серьезно влияют и на поверхности, и на грунтовые воды, на почвы, грунты и воздушный бассейн. Всего на территории Украины на сегодняшний день накоплено 36 или 38 миллиардов тонн. Если разделить это на наше сегодняшнее население без калькулятора, это получится примерно 900 тонн на каждого друдного ребенка до глубокого старика. Накопленные они в основном... Хочет? Ну, хочет или не хочет, там япон какие-то. Либо фонарик, либо луканство. Потом включают мыгу, потом мы где-то не будет. Ага, но видно батарейка села, потому что включается и сразу исчезает. Хорошо, наверное. Вот вы видите несколько областей, где в промышленных регионах Украины накоплены гигантские массивы отходов от первого до четвертого класса в опасности, первые и самые высокие. Так вот, вы видите, что в центре Украины, прямо на берегах основополагающей реки нашей страны, Днепра, накоплены огромные запасы высоко токсичных компонентов. Пожалуйста, следующий слайд. Спасибо. Кто влияет? Вернее, какие отрасли промышленности больше всего влияют? Почему мы этим занимаемся? Горно-металлургический комплекс. Вот это карьеры... Жмите, пожалуйста, назад. Вот это карьеры железодобывающие. Это арселор-металл-приворок, который теперь уже не находится в нашей власти особенно сильно. Но, как вы видите, на глубине 300 метров пересечены все водотоки. Там накапливаются иногда высоко минерализированные воды. И вот масштабы этого слева карьера. Вот посмотрите, вот это железнодорожный состав. Вот тут еле вижу. Да. Пожалуйста, следующий слайд. Это тоже карьеры. Вот здесь глубина 300 метров. Вот это способы добычи. Руд и минерал. Поэтому понятно, что находящиеся рядом отвалы, шламонакопители, терриконы, все это влияет и на воздушный бассейн, на поверхностные и грунтовые воды, и занимает, как было раньше, плодородные земли Украины, которые теперь уже никто в Германию вывозить не будет. К сожалению. Пожалуйста, следующее. Вот здесь приведены результаты наших исследований. Что стекает с поверхности терриконов. Особенно в Восточной и Центральной Украине. Как распространяются загрязняющие вещества. Х-среды. Ну а оставьте следующий слайд. Ага. Вот как распространяются токсиканты. Соединение свинца, соединение цинка, соединение хрома, соединение никеля, особо опасных соединений первого-второго класса в опасности, от террикона на ареолы вокруг него. Это наше собственное измерение. И что происходит, так сказать, когда сегодняшние владельцы промышленности, а промышленность наша, особенно горно-металлургический комплекс, это практически все находится в частных руках. От индийцев до украинцев и России. Все эти объекты черной металлургии Украины, которая за последнее время входила в десятку стран мировых предприятий черной металлургии. Заставить их как-то вкладывать деньги в промышленную экологию очень сложно, а иногда и невозможно. Почему? Например, вот и в Донбассе, и на территории Центральной Украины, ну, назовем это так, околовластные структуры или властные структуры среднего жена, говорят, мы не будем использовать технологии, наработанные в Украине ТЦ «Энергосталь», в Институте черных металлов и так далее. Мы поступим иначе, иначе. Мы назвали каждый террикон именами выдающихся людей Украины, и поэтому мы трогать их не будем. Это памятники нам так удобнее. То, что здоровье населения катастрофически падает от Антонио. И этим они защищаются от тех, кто предлагает от ученых, которые предлагают перерабатывать эти терриконы, которые являются, по нашему твердому убеждению, техногенными месторождениями ценных компаний. Пожалуйста, следующее. Украина стремится в Европейский Союз, где подземные воды от фильтраторов, сломонокопитера и хвостохранилищ и поверхности терриконов, просачивающиеся в грунтовые воды. Вот таким образом. Мощный пластик, от двух до пяти миллиметров толщиной, хотя площадь этих хранилищ, как примерно, ну самые маленькие, это как пять стадионов, или четыре сложных мес, но он не закрывает. Вот масштабы происходящего. Как делаем мы, сейчас вы увидите на следующих слайдах. Вот это, верхние снимки, это Николаевский греноземный завод, вот это хранилище красных шламов, знаменитое, на крутом берегу Днепра. Здесь лежит 10 миллионов тонн высоко токсичных, стоаж среды около 12. Прямо на берегу Днепра. Там, где подсыхают, когда жаркое лето, в районе Николаевской области, автомобили днем ходят с фарами и видят впереди себя 20 метров. Такие пылевые выбросы с поверхности фламохранилища. Вот это результат, слава Богу, не наш, а венгерский, когда вот такое же точно хранилище прорвалось. Вот до горизонта высокотоксичные щелочные фламы, содержащие всю таблицу Дмитрия Ивановича Меделеева, уходят на виноградники, на поля и так далее. Не дай Бог, на нас это тоже ждет, тем более на Крутом берегу Днепра. Так, на предыдущих выступающих завтра. Не дай Бог. Пожалуйста, дальше. Вот как пылят эти накопители, когда подсыхает у них верхняя корочка. Это наши тоже цифры, намограммы, объемы выделения пыли в атмосферу в зависимости от расстояния, от края этого накопителя. Все, что летит в воздушный бассейн, все, что просачивается в воду, это вещества от первого до четвертого классового пазма и концентрация высокая. И результат, опосредованный, но результат из каждых стар малобранцев в армии только пятеро еле-еле проходят самые простейшие тесты. Это не потому, что они не хотят служить в армию, это потому, что у них не хватает здоровья. Цифры официальные есть, они есть у нас в Украинском не экологических проблем, где я долгое время работал, но это так. Деньгами это здоровье население не измерит. Пожалуйста, дальше. Вот, какое решение было принято, когда строился гигантский кабинет химической промышленности, занимается Крымский Титан, город Армянск, Северный Крым. Это вот Севаж, Каркинецкий залив, тут вот Херсонская область, на Перешейке был построен прекрасный и и и и